Друзья, приветствую всех на канале В Своем Доме. Это канал о том, как мы с семьей переезжаем на свою землю и строим свое поместье. Сегодня у нас образовался поселение Субботник. Я сейчас нахожусь в поселении Здравое. Это поселение формата родовых поместьй. Здесь каждый участок от гектара и более у людей. И сегодня мы тут организовываем Субботник, будем садить сосны. Привезли больше 2000 сосен и сейчас будем их там у соседей по краям валов садить. Парад потихоньку собирается, даже целый автобус у волонтеров еще приехал, кроме жителей Здравого. Сейчас трактор подготавливает, немножко связает землю. Тут уже москальная живопись появилась на песке. У нас сегодня не просто лесопосад, когда мы втыкаем пол. У нас тут чуть более качественная структурка. Вы все находитесь на территории поселения Здравое. Вы все это понимаете. Здесь люди пытаются создать новый образ жизни на земле. Мы находимся на перекрестке, которые недавно появились. Посадку мы будем производить на обществной территории. То есть для того, чтобы обслуживать населенный пол, был создан к оперативу. Дмитрий, предпоследатель, здесь находится с нами. Я правильно говорю, если что может меня поправить в операцию. И мы сажаем на территории оператива и частной территории. В чем смысл? Смысл в том, что люди, которые здесь живут, могут дать уход на внимание. Мы надеемся, по крайней мере. Здесь присутствуют местные жители и они управляются так на организацию. Кто-то где-то воду набирает, кто-то где-то готовит. До бедного уже. Мы их все увидим. Сажаем. Здесь достаточно простых условий. Здесь тяжелая. Для того, чтобы сделать хорошие условия для приживаемости, мы будем делать лунки. Вот экскаватор делает сейчас черновую лунку. Далее мы, поделившись на группы, будет у нас группа с буром. Они будут набуривать лунки эти с песком вместе. То есть нужно подсыпать еще в лунку. В принципе, можно делать. Ну, вы как начали вдвоем. Вот примерно первая команда будет делать вот такую вот смесь. Она будет разных фракций. Будет чуть покрупнее фракции, но и будет помельче. И также будет по краям еще песок будет сверху засыпать. В целом это ведро на лунку будет уходить. В бучке 100 штук. Бучок упакован. Корни были в болтушке, находятся в болтушке и во влажном спакуле, чтобы не пересохли. Болтушка из чего состоит? Из глины. Нельзя оставлять бучок на ветру вот так просто, на солнце. Либо корешки обветрятся и засохнут. Очень важно сохранить тончайшие корешки, которые есть на этих маленьких хвостиках. Вот. Если они обсохнут на солнце, то это уменьшает приживаемость, да. Шанс прижиться уменьшается в разы. Поэтому пучок держим в пакете. Также просто веревочка здесь есть белая. Ну, ее развязываем. Она на бантике аккуратно. Ее мы не выбрасываем. Ее мы забираем с собой. Аккуратно вытягиваем деревце одно. Можно корни чуть распутывать. Соответственно, вот он. Вот. Мельчайшие и тончайшие корешки, это возок разный, что вы видите сейчас. Они не должны обветриваться. Это очень важно. Поэтому мы всегда берем пучок. В идеале, вот в группе, на которую мы разделим, один отвечает за пучок и постоянно присматривает, чтобы были корешки закрыты. Вот. Вторая группа, ну точнее вторая часть, на которой мы поделимся, по два по три человека, с лопатой, с ведром, идут и сажают в дерево. Корни не должны быть к верху загнуты. То есть корни должны смотреть вниз. Не должно быть вот такого вот. Вот так не должно быть. То есть корни расправлены вниз. Буквально достаточно. Прям можно на такие, на большие комочки. Так, тут маловато песка. Можно лопату песка сюда еще одну. Прямо вот сюда на край. Прямо можно даже песком засыпать. Это не страшно. Он смешается с глиной в итоге хорошо. Все, вот мы его, по сути, на две трети уже посадили. Да? На две трети посадили зебро. Поливать? Да. Поливаем и очень мало. Воды чуть-чуть совсем. То есть вот буквально мы даем меньше литра. Она уходит быстро. Мы еще раз присыпаем. Мы еще раз засыпаем. Уже до конца. То есть тут было две трети. Теперь мы до конца досыпали. И уже по сухому, когда мы присыпали, не жижу топчем, а по сухому притапываем так вот. И чуть-чуть натягиваем. То есть мы как бы опираем. Я как делаю? Я опираю руку на ногу. И держу крепко просто двумя пальцами. Придавливаю. Грунт садится, а саженец остается на месте. В этот момент воздух лишний уходит от корней. И получается корни в такой лепешке из жижи земляной и песочной. А корешок должен быть над землей чуть-чуть? Корневая шейка. Да. Нет, корневая шейка как раз вот она. Она должна быть на уровне с землей. Вот. Но это уровень с землей мы создали вот сейчас как раз. Корневая шейка это там, где хвоя закончилась и нет ни корней, ни хвоя. То есть лысая часть стволика. Она плюс-минус несколько сантиметров может быть. Ну полтора-два сантиметра. Вот. И далее. Кто говорил про мульчирование? То есть вот черные мешки, желтые мешки. С опилками? Да. Мы мульчируем. Мульчируем мы достаточно немного. Буквально вот. А две там нет ни корней? Две трети ведра. Первый дождик. Пройдет первый дождик и это все напухнет. С этого достаточно. Подвязка нам не требуется. Колышек нужен для чего? Либо отметить визуально. Визуально мы отметили достаточно хорошо. А подвязка не требуется маленьких саженцев. Все. Прежде чем мы сейчас начнем высадку. Уже многие одели манишки. Мы сегодня сажаем при поддержке компании Зили. Это производитель кормов для собак и животных. Божьих собак. На логотип вы видите. Компания берет спорство, модемизацию и участвует в таких мероприятиях. Поэтому и вы можете в знак благодарности, если вы поддерживаете их политику, а дети в манишки. В принципе, чтобы на фото и видео они могли это показать другим компаниям. И другие компании повторяли за ними. Собственно наша цель общая, чтобы деревья выросли. Поехали! Поехали! Удачи! Поехали! Его проект tech. Элиälпийский компания. Перел reminder. Этот chocolate. Поехали. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова У меня вот тоже пройдели процесс идет С той стороны, от которой мы засадили Вот этого вала И здесь идет потихоньку И здесь идет потихоньку И здесь идет потихоньку С нами около 20 волонтеров Которые приехали сюда, чтобы нести свой вклад в сохранение природы Я думаю, ни для кого не секрет Что по всей стране И в целом по всей планете Становится все меньше деревьев Все меньше леса И очень важно восстанавливать леса Они важны для нас не только Как многие думают, что они фильтруют воздух Но на самом деле от них очень много всего зависит От них зависит и климат И температура И насколько мы себя хорошо ощущаем И даже еда наша Зависит от лесов Поэтому мы пришли сюда Чтобы посадить деревья И получить хорошее настроение От этой посадки Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Мы участвуем ради того, чтобы на нашей планете Было процветание Это благое дело И мы всегда призываем вас Также участвовать в этом деле Посадку с осен мы осуществляем в Валы Так как тут по сезону Подтопляемая территория Мы облагораживаем Общественную территорию И создаем экологический каркас Прошел обед Начали засаживать вторую часть Осталось немножко Народу стало меньше Погода испортилась Дождик пошел Один бур сломался В посадке сегодня участвуют около 40 человек Это активисты из Краснодара И местные жители А также данное мероприятие Создает небольшое сообщество местных Жителей, которые готовы В дальнейшем ухаживать За вот этими малышками И местные жители Так у меня первый неудачный полет Дрон надумала в столб Рядом со столбом Летел Отломил одну лопасть Остальное вроде целый Сейчас лопасть поменяю У меня есть запасная Я попробую Будет нет работать Ну еще вот здесь Вот тоже сломал Капец Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все уже темно Закончили посадку Не досадили Немножко дождь пошел Помешал еще Где-то Наверное около тысячи посадили Еще отдали В потомник там будем На доращивание И они у нас будут Сказали что Еще приедут В будущем И еще будут Досаживать Тут у нас Территорию Валы Еще есть планы По озеленению Тут мы можем За ними ухаживать За саженцами Если их просто В лес посадить То Их сейчас Первый год Надо Поливать Ухаживать Несмотреть Контролировать Так что Как-то так Ладно Все Я тоже погнал Домой Всем пока Не забывайте Обязательно Поддержать Это видео Лайком Субтитры сделал DimaTorzok